Здравствуйте! В эфире программа «Есть вопрос» и сегодня он у нас на очень серьезную тему, на тему профилактики наркомании. В нашей студии находится гость. Это начальник отдела мониторинга и взаимодействия с муниципальными образованиями областного центра профилактики наркомании Анна Александровна Сылко. Главный вопрос. Что могут сделать родители, чтобы не допустить появления наркотиков в жизни своего ребенка? Родители должны слышать и слушать своих детей. Они должны понимать, что с ребенком происходит. Они должны научить их справляться со своими трудностями, те трудности, которые они испытывают ежедневно. Он должен уметь контролировать свое поведение, свои эмоции. Те ошибки, которые допускает ребенок, они не фатальны. Но ребенок, не осознавая этого, не находя поддержки от близких, считает, что все, жизнь кончена. И здесь очень важно. Вот эта поддержка, доверительные отношения. Важно проводить с ребенком время. Но мы понимаем, что родители зачастую не знают, какую музыку слушает их ребенок, какие смотрят видеоматериалы. Они не знают, что нравится их ребенку. Это самая лучшая профилактика наркомании. Ну а вот что в связи с этим могут сделать родители, чтобы не допустить появления наркотиков в жизни ребенка? Задача родителя с целью обезопасить вообще собственного ребенка, научить его справляться с какими-то трудными жизненными ситуациями. То есть у него должно быть определенно воспитано понимание о здоровье, о собственном здоровье, о друзьях, какие все-таки настоящие друзья, о жизни, о своей, о каких-то определенных принципах. И когда ребенок самодостаточный, когда у него высокая самооценка, он понимает собственную ценность, ценность свою для родителей, и у него нет потребности употреблять. Анна Александровна, подскажите, как поговорить с ребенком о наркотиках так, чтобы ему было понятно, и чтобы этот разговор вообще был эффективным? Очень хороший вопрос. И если вы чувствуете, испытываете трудность в этом разговоре, то вы должны понимать, что у нас есть горячая линия анонимная, на которой можно позвонить, где работают специалисты, психологи. Они подскажут, как лучше это сделать. Кроме этого, существует на YouTube-канале вебинар, который тоже как раз-таки посвящен этой теме, как лучше поговорить с ребенком о такой теме, как наркотики. Анна Александровна, спасибо вам большое за ваши ответы. В эфире была программа «Есть вопрос». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова